Добрый вечер. Ну, скажем, опять очередная интересная игра у нас за боты. Скажем, всегда в каждой игре есть какой-то триллер. Ясное дело, что Борисов арена, понятное дело, что после команды потери очков. Плюс еще то поражение от нас в первом круге, все это достаточно, я думаю, еще более мотивировало, скажем, мотивированных футболистов. Но, скажу так, что могли вырвать ничью. Я не буду говорить, что итог матча незакономерный, потому что это будет как-то некорректно по отношению к сопернику, который владел инициативой, который создавал моменты. Но я скажу так, что я благодарен своей команде, потому что не каждая команда с 0-2 может вернуться в игру на Борисов арене. Но, как у нас говорится, комментарии судей мы избегаем. Но то, что я сейчас посмотрел на видео, опять же говорю, это мое умение, я практически на 100% уверен, что первый гол не Мугам, а Сигневич забивал рукой. Но, опять же повторю, это не комментарий судейства, а это мой личный комментарий момента. Мы посмотрим еще этот момент. Значит, если действительно с других ракурсов это будет подтверждение, ну тогда будем, наверное, как-то и обращаться в Федерацию. А так, честно вам скажу, что я поблагодарил свою команду за хорошую игру на фоне соперника. Конечно, мы немножко не так хотели сыграть в быструю атаку, хотели создать большее количество моментов. Но, опять же, я говорю, отталкиваемся от того, с кем мы играем. Мы это прекрасно понимаем. Поэтому результат отрицательный. Но, может быть, эта игра даст нашей команде еще на финишном отрезке какой-то положительный вопрос. Я в это очень надеюсь. Спасибо. Владимир Курок призвук. Сергей Владимирович, вы применили по сравнению с матчем с лучом ротацию в стартовом составе, особенно в обороне. Все-таки вышли вместо двух игроков, получается, вместо Пушнякова и вместо Павлючикова. У вас вышли со стартов минут Позняк и Жарскис. На мой взгляд, там и Жарскис... Позняк. Грудно говорили Позняк. Почему-то Солодовников его так называют. На мой взгляд, Жарскис не совсем игра удалась. То есть... Как вы... Почему? Ну, скажем... Как бы вам так ответить корректно и похитрее. Да, ротация была в преддверии следующих встреч. Как говорится, бывает так. Погодишься за двумя зайцами и ни одного не поймаешь. Поэтому я принял такое решение. Хорошо. Редко увидишь, когда тренер не делает ни одной замены. Почему сегодня? Ну, скажем... Сегодня можно было сделать замену и в опорной зоне. У нас находился там только один Тихановский, у которого три карточки. Значит, у нас сыграл Юра Волови, который тоже три карточки. Ну и остальное, скажем... Опять же, если... Да, Жарскис допустил ошибку, ошибся еще. Если бы я его поменял, поменял. Не факт, чтобы, скажем... Игра кардинально поменялась. После второго забитого мяча, я вам скажу так, что я уже своему тренерскому штабу дал задание поменять Дубаича, потому что видел, что ему было очень тяжело. Ну, когда забили гол, меня спросили коллеги, делаем замену. Я говорю, нет, придержим. То есть, это тоже сыграло. То есть, что-то конструктивного поменять в игре, конечно, хотелось бы. Но, когда знаешь, кто у тебя на скамейке, тогда принимаешь реальное решение. По поводу скамейки еще вопрос. Лазович, мне казалось, числе 18-ти. Просто не попал. Вчера играл за Дуполь, да, не попал в 18-ти. Спасибо. Пожалуйста. Есть еще вопросы? Больше нет? Спасибо. Спасибо большое.